Владимир Сурдина Я надеюсь, что хотя бы вас он не освещает, и экран видно нормально. Выставка, которая здесь за стеной, это что-то потрясающее. Я только что ее первый раз увидел, и она того стоит. Там все настоящее, или почти все настоящее. А есть один экспонат, о котором мы сегодня поговорим, но я даже не ожидал живьем его когда-либо увидеть. Удивительно, он там есть. Ну, поехали. Поговорим о Луне и сразу в путь. Нам сильно повезло с Луной, потому что ни у одной планеты земного типа, а их всего четыре в Солнечной системе, это Меркурий, Венера, Земля и Марс, либо вообще нет спутников, либо они такие крохотные, как у Марса, что ни на что не годятся. А у нас рядом с Землей вторая планета. Она полноценная планета. И только лишь потому, что Земля более крупная, мы считаем Луну спутником. Ну да, Земля побольше. Примерно в четыре раза, в три с половиной. Но по всем своим свойствам Луна, безусловно, планета. Она, ну, сравните ее хотя бы с Меркурием. Луна чуть меньше Меркурия, но у нее своя внутренняя жизнь, своя эволюция, ядро, мантия, кора, память геологическая. И нам очень повезло, что рядом с нами есть такой музей истории Солнечной системы, потому что на поверхности Луны очень долго сохраняются следы древней бомбардировки, древних излияний вулканических. И то, чего на Земле мы давно уже лишились, Земля очень быстро перерабатывает свою геологию, на Луне все это в первозданном виде, все это можно изучать. Единственное тело космическое, географию которого можно невооруженным глазом изучать, это тоже Луна. Вот так я испортил в фотошопе специально фотографию Луны. Так наш глаз видит полную Луну и различает на ее поверхности какие-то детали. Наши предшественники еще до изобретения телескопа рисовали карты Луны, и, как видите, неплохо рисовали. Если хотите свои способности сравнить, например, со способностью 60-летнего Гильберта, который до изобретения телескопа такую карту нарисовал, выйдите как бы на улицу в полнолуние и попробуйте, глядя на Луну невооруженным глазом, зарисовать ее карту. Я пробовал, у меня такой хорошей не получилось. Вот удивительно, как к 60-ти годам в средневековой Англии можно было сохранить такое хорошее зрение. Но все-таки оптика помогает. Те, у кого есть хороший бинокль дома, уже могут увидеть Луну вот в таком виде. И тут, конечно, видны уже и горные цепи, и крупнейшие кратеры, моря. Собственно, то, что мы называем морями, когда-то действительно было морями, только не залитыми водой, а покрытыми расплавленной лавой. Но от этого они не перестали быть морями. Сегодня они твердые, но эта лава помнит очень многое из истории Луны. Хотелось бы увидеть более детально Луну, тогда мы берем телескоп, и при увеличении примерно 350-400 раз уже вот в таком качестве можем изучать лунную поверхность. Это очень интересно. Тот, у кого есть возможность это делать, знает, что можно годами путешествовать по поверхности Луны с помощью телескопа, и это не надоедает. Я вот уже лет 40 этим занимаюсь, и тоже не надоело пока, потому что при разном освещении по-разному падают тени, высвечиваются разные детали на одних и тех же участках поверхности. Но хочется увидеть что-то более мелкое. Берем увеличение раз в 650-800 и видим картинку более расширенной, но при этом чувствуем, что пропадает четкость. Она уже стала не такой контрастной, не такой резкой. В чем дело? Но нам хочется усилить увеличение еще больше. Мы ставим окуляр с увеличением там 1200 раз, и понимаем, что никаких новых деталей на Луне мы при этом не видим. Просто картинка расползлась, как если бы вы на клавиатуре нажимали там Ctrl+, у вас бы расширялась картинка, но полезли пиксели на ней. То же самое пикселей мы не видим, но видим, что ухудшается качество, и новых деталей не появляется. Если снять не фото, а кинокамерой, то мы увидим примерно такую картину. Понятно, в чем дело. Атмосфера Земли постоянно бурлит, постоянно преломляет свет, идущий из космоса, и мы никак не можем решить, вот самые мелкие детали, они реальные, или они случайно получаются в результате такой стахастической картины. Поэтому, к сожалению, никакой телескоп наземный сегодня не покажет вам детали на Луне мельче одного километра. Иногда на высокогорных обсерваториях полукилометровые детали можно заметить. Ну, пожалуй, это предел. А хочется увидеть что-то более мелкое на Луне, и тогда остается одно – надо к ней лететь. Об этом мечтали давно. И первая идея о полетах к Луне, конечно, с Жюль Верном связана, так по-настоящему описанная, она состояла в том, чтобы выстрелить из пушки снарядом, внутри которого находятся люди и даже животные. У Жюль Верна были. Но понятно, что это не проходит идея, потому что ускорение, с которым стреляет пушка, полностью уничтожит внутри и людей, и любую технику там. Так что идея с пушкой не прошла, хотя в космонавтике она не забыта. Некоторые запуски, может быть, будут осуществляться с помощью орудий специальных, особенно если это не с Земли, а с Луны, например. Но это дело будущего. А идею, которая реально позволила отправить к Луне автоматы и людей, она была высказана одним из первых, а, в общем-то, по-настоящему сформулирована впервые, Константином Эдуардовичем Циолковским, поэтому я и назвал лекцию из Калуги на Луну. И более того, он не просто технически многоступенчатую ракету предложил, это единственный способ летать в космос, но и очень точно описал условия на Луне. В его фантастических произведениях чрезвычайно точно описаны и условия полета, невесомости, и условия пребывания на Луне. Так что он действительно был не мечтатель, а вполне такой ученый-романтик. Три человека в начале 20 века поставили космонавтику на надежную теоретическую основу. Это Оберт в Германии, Циолковский у нас и Годдард в США. Годдард, более того, он первым сделал работоспособный жидкостный двигатель, хотя его ракеты, конечно, выглядят игрушечными, но все с этого начинали, и Королев, и в любой стране. Первые эксперименты с ракетами были до смешного простыми, но кто-то должен был это начать. Ну а история полета в Клуне – это история состязания двух людей, которые никогда не были знакомы очно друг с другом. Это нашего инженера Королева и немецкого, а позже американского инженера фон Брауна. Удивительным образом их судьбы развивались параллельно, и оба стремились создать ракету для полета человека на Луну и на Марс, но, конечно, по-разному. Особенно эта выставка, которая тут за стеной, там потрясающие есть экспонаты, связанные с тем, как Королев на Колыме в лагере сидел, а в это время фон Браун занимался своим инженерным ремеслом и создавал первые ракеты. В общем, условия жизни у них были разные, поэтому трудно было Королеву догонять более удачливого фон Брауна. Тем не менее, он почти догнал. Однако первая космическая ракета все-таки была создана фон Брауном. Это была известная боевая ракета Фау-2. Сделал ее Браун по заказу вермахта, и она никогда для научных целей не использовалась. Но формально это первое рукотворное изделие, которое вышло за пределы атмосферы. Пределами, так довольно условно, считают высоту в 100 километров. Так вот, она подпрыгивала чуть выше 100 километров. Формально это была первая космическая ракета. Очень удачная, очень прорывная. До нее вообще какие-то мелкие игрушки были. А это впервые работоспособная мощная ракета появилась. И до сих пор эта конструкция еще обсуждается и даже, может быть, будет воспроизведена в некоторых частных космических фирмах. Ну а реальная космонавтика началась после Второй мировой войны, когда страны-победители разделили трофеи. И нам, и американцам достались и ракеты фон Брауна, и инженеры фон Брауна. Но сам фон Браун достался американцам. И в этом тоже одна из причин того, что американцы выиграли в конце концов космическую гонку. Но все начинали с того, что сначала испытывали Фау-2, потом воспроизводили Фау-2, и у нас, и в США, ну а потом уже делали более продвинутые ракеты. Я хочу вам показать удивительную вещь. Все мы знаем, что космонавтика началась в 1957 году с запуска первого нашего спутника. Но обратите внимание на этот журнал. «Знание силы», тогда он был очень популярен. И вот 1954 год. Вот вышел номер, который был обозначен 1974 годом. И редколлегия, где собрались и инженеры, и журналисты, попробовала представить себе, как бы мог выглядеть наш журнал 20 лет спустя. И вот они решили, что самой проходной темой будут полеты на Луну. Это было до запуска первого спутника. И они угадали, на 20 лет вперед угадали рождение и быструю эволюцию космонавтики. Я жил в те годы, я родился в 1953, но правда тогда я еще не читал журналы в 1954. Но помню, насколько неожиданными были и появление космонавтики, и ее быстрое развитие. А вот эти ребята каким-то образом предугадали, и весь журнал был заполнен статьями о полетах в космос и лунной станции. В то же время жил удивительный человек в Советском Союзе, и тут на выставке тоже о нем немного рассказано, есть его книги, Ариш Тернфельд. Это польский инженер. Когда немцы оккупировали Польшу в 1939-м, он перебрался в Париж, там немножко работал инженером. Гитлеровцы оккупировали и Париж, и тогда он перебрался к нам, в Советский Союз, и жил и работал с тех пор у нас. Но как иммигранты, как иностранцы, его не подпускали к секретным работам, а вся космонавтика тогда была секретная. И он так вот у себя дома творил проекты будущих космических кораблей, траекторий полета. И такого натворил, что до сих пор некоторые его находки еще не... Они великолепные, они не нашли воплощения, потому что намного опережали свое время. Ну а представить в 1952 году ракету вот в таком несуразном виде, вот как выглядели тогда ракеты в представлении тех, кто этим интересовался. Это нечто такое обтекаемое, веретенообразное. На самом деле при полете в пустоте вам не нужна обтекаемая форма. Вот такой летающий самовар, он более функционален. Тут есть все, что надо, даже гусеницы для поездки по поверхности Луны. И действительно вы увидите, что реальные летавшие на Луну оказались очень похожи вот на эту несуразную, на первый взгляд, конструкцию. 1957 год, полетел первый спутник. Вот давайте посмотрим, как быстро, буквально по месяцам развивалась наша космонавтика. Тогда только две страны могли этим заниматься, СССР и США. Причем СССР в первую десятилетку космонавтики все время опережал американцев. В этом была определенная логика. Я о ней чуть позже скажу, почему мы их опережали. Но конец 1957 года, первый спутник вышел на орбиту, первая космическая скорость 8 километров в секунду. достигли. Это великолепное достижение проходит чуть больше года. И мы отправляем первый аппарат к Луне. А полет к Луне и вообще куда-либо за пределы Земли, это уже вторая космическая скорость. Это уже 11 километров в секунду. Это совершенно другая инженерная задача. На порядок более сложная. Решена она была за год. Отправили. В те годы полеты космических аппаратов практически происходили неуправляемо. Электроники не было, систем ориентации не было. И по сути, вот этот шарик летел к Луне примерно так же, как мяч, который мы бросаем в корзину баскетбола. Вот мы его бросили, и дальше можем только смотреть, куда он летит, попадет, не попадет. Управлять было... Мы даже не видели его, как он летит, и управлять было невозможно. Этот пролетел недалеко от Луны. Это было большим достижением. Кое-что измерил, там магнитное поле, космические лучи, но промазал. Прошел мимо и вышел на орбиту вокруг Солнца. Как было сообщить публике в те годы о том, что это была неудача советской космонавтики? Про неудачи тогда вообще не говорили. Но как-то надо было преподнести вот это. И посмотрите, как красиво вывернулись. Он вышел на орбиту вокруг Солнца. Отлично. Это первая искусственная планета. Ее так и назвали. Тут же, с колеса. Это было достижением отечественной космонавтики без скидок. Это действительно было достижение. Первый аппарат вокруг Солнца запустили. Прошло еще совсем немного. И второй нашел у них попал по Луне, врезался в нее. Тормозить они не умели в те годы, но главное попал. Это было очень важно. И надо было принести туда какие-то свидетельства того, что мы, опередив всех, послали первый межпланетный аппарат. Но какие? Он падает со скоростью 2 километра в секунду, врезается в Луну, и от него облако пары остается. Огромная скорость. Тепловой взрыв происходит. Что можно было? Во-первых, надо было как-то доказать всему миру, что мы попали по Луне. Тогда перед физиками эту задачу поставили. И физики ее в лице академика Зельдовича моментально решили. Сказали, ну что, атомную бомбу туда поместите, когда попадет по Луне, все это увидят. Сейчас, скажем, волосы дыбом от этого встают. Но у американцев точно так же была решена эта задача. Их отец, атомная... Зельдович у нас был отцом, атомная и водородная бомба. А их отец водородной бомбы, Эдвард Теллер, то же самое сказал. Ну, к этой бомбу, конечно, вот бабах по Луне, и все увидят, что мы попали. Но, к счастью, и тот, и другой были хорошими физиками. Они быстренько рассчитали сам процесс взрыва в пустоте. Это у нас, когда атомная бомба взрывается в атмосфере, ее видно, да, вот этот грипп, это мощная вспышка, потому что воздух светится. А взрыв в пустоте, на Луне нет атмосферы, он будет практически невидимым. И, к счастью, Зельдович отца образил и сказал, нет, бомбу не надо посылать. Ну, а что-то надо было. И на борту этого аппарата, кстати, скажу, что там было, каким образом люди узнавали тогда о достижениях отечественной науки? Интернета не было. Телевидения практически в стране тогда тоже не было. Ну, в Москве, в Питере было, в общем, в середине 50-х не было еще телевидения по всей стране. А вот марки, ну, я думаю, большинство из вас представляет, да, смысл этой штучки. Это почтовая марка, лизнул, наклеил на конверт. Мы каждый день покупали марки, чтобы отправлять письма друг к другу, бумажные, и это был самый оперативный носитель информации. Там на марках все очень точно показано, где Луна была в момент старта, где она была на орбите, когда подлетела ракета, просто как на доске школьной все нарисовано. И таким образом информация быстро доносилась до публики. А что было на борту того аппарата? Там были так называемые вымпелы, он назывался герб Советского Союза. Вот эти пятиугольнички, каждый из них содержал герб нашей страны, и они были сложены в такой шарик, внутрь которого все-таки послушались немножко Зельдовича и набили туда взрывчатки. Но зачем? Конечно, это очень маленький был взрыв, немощный, его никто не мог увидеть, но если среди вас есть инженеры, я думаю, есть инженеры? Нет инженеров? Жаль. Тогда не все понимают, зачем взрывчатка внутри вот этого вот шарика из гербов. Подлетая к Луне, он взрывался. Часть этих значков отбрасывалась в сторону Луны и еще с большей скоростью врезалась в нее, и, конечно, погибала там, но часть отбрасывалась обратно и таким образом тормозилась. И мы надеемся, что они сохранились, что сейчас на Луне, в месте, куда попал, а мы знаем, куда он попал, там залив лунника, теперь называется на карте, там разбросано несколько десятков этих раритетных значков, кто их найдет, вот это будет очень интересно. На аукционе можно продать или в коллекции домашние оставить. Самым интересным экспериментом тех лет, конечно, был полет третьего нашего лунника, потому что он впервые показал нам обратную сторону Луны. Ничего подобного в те годы даже не было в американской программе исследования Луны. Американцы тоже старались в чем-то быть первыми, им в те годы это не удавалось, но они шли, в общем, по пятам за нами, но вот такого у них не было вообще даже задумано. Мы это сделали с первой попытки. Это удивительно. Аппарат облетел Луну, сфотографировал обратную сторону, которую с Земли мы никогда в жизни не видели, не знали, что там. Вернулся к Земле и, пролетая мимо, передал фотографии к нам на Землю. Их принимали тогда в Крыму, там радиоантенны стояли. Сейчас это не вызывает какого-то восторга. Ну, сфотографировал, ну, передал. Ну, мы каждый день там по Wi-Fi через телефонные каналы друг к другу фотографии кидаем. Но не было ничего такого в те годы. Это был летающий фотоаппарат с целлулоидной пленкой. И кто еще помнит старые эти фотоаппараты? Пленку надо было проявить в химических жидкостях, закрепить, высушить и так далее. Все это делалось внутри вот этой вот баночки. Она небольшая, вот такой вот размера спутник. В общем, как это было с инженерной точки зрения сделано? Это просто на грани искусства и волшебства. Это первый в истории космонавтики аппарат, который умел ориентировать себя в космосе. Ему же надо было не абы куда, а на Луну посмотреть. В момент фотографии. И вот академик, позже он стал академиком, Рошенбах решил эту задачу. И мы получили первую фотографию обратной стороны Луны. Вот здесь немножко видимая сторона, а вот это уже все никогда не виданное с Земли. И оказалось, что она совсем не похожа на видимую. По крайней мере, только одно маленькое море на ней. Тут же его назвали морем Москвы, что шло совершенно вразрез традициям астрономическим. Но назвали. Мы же первые увидели обратную сторону Луны. Теперь там есть море Москвы. Эту фотографию в моем институте, в институте Штернбергера, шифровывали мои учителя, я еще маленький был. А потом им показалось, что вот это вот какой-то горный хребет. И его назвали Хребет Советский. И на картах обратной стороны Луны появился Хребет Советский. Вот так нам показали на марках эту историю. А так впервые на марках же почтовых опубликовали карту на обратной стороны Луны. Обратите внимание, залив не космонавтов, а астронавтов. Оно было более популярным в те годы, это слово. Море Мечты тоже очень красиво названо. Ну и наконец Хребет Советский. Чем дело кончилось? Через несколько лет к Луне полетели более совершенные аппараты. Они передали более качественные фотографии обратной стороны. И мы увидели, что нет там никакого хребта. Из карт Луны исчез Хребет Советский. Мистика. Позже с карты земного шара исчез Союз Советский. Вот астрономы были первыми, кто стер с карты слово Советский. Поехали дальше. Мы до сих пор не знаем, почему обратная и видимая полушария Луны так не похожи друг на друга. Это одна из загадок. И она останется загадкой, пока мы хоть что-нибудь не пошлем на обратную сторону. На видимой стороне уже и роботы, и люди работали. На обратной не было никого. Китайцы собираются через несколько лет туда лететь, но пока никто там не побывал. Теперь мы, конечно, хорошо знаем географию Луны, но по-прежнему загадок в ней, в этой географии, гораздо больше, чем фактов, которые мы сегодня можем объяснить. Середина 60-х. Американцы уже начали догонять нас по космической технике, и они первыми смогли приблизиться к Луне и показать с небольшого расстояния ее поверхности. Их серия аппаратов Рейнджер летела к Луне, разбивалась у нее, не тормозясь, но подлетая, передавала телевизионные снимки. У нас не было телевизионной техники, такой хорошей у американцев уже была, и передавала в режиме прямого времени снимки. И, по-моему, последний был с высоты что-то 300 метров. Вот с высоты 300 метров мы увидели Луну. Увидеть-то мы ее увидели, а понять, какая она на ощупь из этих снимков было невозможно. А это было очень важно, потому что в те годы конкурировали две теории лунной поверхности. Одни астрономы считали, что Луна более-менее твердая, по ней можно ходить, ездить, а другие настаивали, что Луна покрыта толстым слоем пыли. И в этом тоже была определенная логика, потому что метеориты все время перемалывают верхний слой Луны, и вполне могла быть там пылевая поверхность толщиной в сотни метров. У Артура Кларка даже есть такой рассказ или новелла «Лунная пыль». И там космонавты гибнут, почти гибнут внутри этого пылевого океана. Так что эта идея была вполне здравая, надо было проверить, то есть сесть. Первыми удалось это сделать советским инженерам в середине 60-х мы впервые мягко посадили на поверхность Луны аппарат. Вот тогда я уже хорошо все помню, я уже в школе учился, в пятом классе или в шестом, в шестом космонавтикой увлекались все. Никто из нас не задался тогда вопросом, а почему этот аппарат, который впервые сел на Луну, назывался Луна-9, а до него был Луна-3, а где 4, 5, 6, 7, 8. Уже сегодня выяснилось, чтобы посадить на Луну вот этот, было 11 неудачных попыток. Ракеты не взлетали с Земли, не долетали до Луны, разбивались и Луну, в общем, этот наконец-то сел. То есть в те годы наши космонавтики брали числом, а не умением. Умение было, но его было недостаточно, чтобы с первого раза что-то сделать надежно. И брали в основном числом. Поэтому, когда сегодня говорят, о, неудачный старт, опять там за бугор улетела ракета, но сегодня мы знаем о всех неудачах. А в те годы мы просто о них не знали. А их было намного больше, чем в наше время. Ну и так, он сел, и оказалось, что Луна достаточно твердая, она его держит. Он передал панораму. Мы впервые увидели поверхность другого небесного тела, так, как будто бы стоим на ней. Это, конечно, коллаж, ну или по нынешнему фотошоп. Он вот этими двумя камерами фотографировал, а это реальная первая фотография Луны, и мы вот впервые увидели новую планету у себя, как бы под ногами. И главное, что она держит аппарат, значит, можем туда лететь. Буквально в том же году в нашей стране запустили первый спутник вокруг Луны. Это было очень важно. Его полет оказался очень замысловатым. Он не по какой-то идеальной там эллиптической орбите, как это вот положено по законам небесной механики летал, а по такой вот, вот такой, как американские горки, траектории. И это впервые нам показало, что Луна очень неоднородная, что ее гравитационное поле такое, что есть места, где оно сильно притягивает, где послабее. Там, где сильно, мы их до сих пор называем масконами, от английского масс-концентрейшн, маскон. И это очень серьезное препятствие для тех, кто собирается на Луну садиться. Если ваш корабль идет к Луне, то подлетая к маскону, он может просто нырнуть вниз и разбиться. И так было, кстати, один раз, но не с людьми, с автоматической станцией. Вот это впервые нам показало наличие масконов. Но обратите внимание, в те годы, а почему, собственно, в те годы? Да всегда, во всех странах какие-то важные технические достижения приурачивали к политическим событиям. Тогда у нас главным политическим событием всегда были съезды коммунистической партии. Это тоже запустили за несколько дней до 23-го съезда КПСС. Я очень хорошо помню, по телевизору один канал был, так что смотреть можно было только съезд КПСС. Значит, люди собрались в Кремле, во дворце съездов, пять тысяч человек, выходят, президиум Брежнев, и говорят, а сейчас с орбиты Луны нас будет приветствовать первый советский спутник Луны. Все встали, и сквозь шум помех зазвучал интернационал, гимн партийный. Он действительно шел с Луны. Но, правда, его предварительно записали на магнитофон, тут в центре управления, чтобы не было накладок, гнались в магнитофон, но реально он все-таки пришел с Луны. Прошло полстолетия. Мне казалось, что вот такие фокусы уже давно в истории. Нет. Недавно к Луне полетел один из китайских первых спутников. Он 30 национальных мелодий оттуда передавал на весь Китай. Так что китайцы нас переплюнули в количестве песен, которые они с Луны передавали на Землю. У нас всего лишь один интернационал был. Американцы нас, начиная с середины 60-х, начали перегонять. Их Лунник оказался намного интереснее нашего. Наш просто брякнулся, сидел на одном месте. А это штука с реактивными двигателями. Целая серия была сервейеров, их несколько штук было. Он мог подскакивать, менять свое положение немножечко. У него была телекамера, рука, которая копала грунт, смотрела, насколько он прочный. В общем, интересная машина. Панели солнечных батареи, она долго работала, она передавала изображения Земли с Луны. В общем, этот оказался лучше, чем наши. И тут уже ясно было, что мы с американцами идем как-то вот так, ноздря в ноздрю, и непонятно уже, кто, чье первенство будет впереди. Я немножко вперед забегу и сразу скажу, что наши люди на Луне не побывали, как вы знаете. но это было связано с ракетой. Я расскажу, какой. Но автоматы наши, безусловно, до сих пор на Луне лучшие. Мы запустили два движущихся аппарата, лунохода. Кстати, полноразмерная модель здесь стоит за стеной. Это вообще машина. Настоящая машина. Почти тонну весит. Там два человека спокойно могут по Луне кататься. Огромная машина. А управлял ей экипаж, который сидел на земле. Он просто сквозь телекамеры смотрел на пейзаж и рычагами управлял. Там танкисты сидели на земле, управляли. Очень эффективные аппараты оказались. Научного результата большого с них никто и не ожидал. Тогда вообще не было миниатюрных научных приборов. Ну смотрите, у вас сейчас у каждого в руках или в сумочке или в кармане две телекамеры. Ну правильно, да? Фронт и бэк в каждом телефоне гаджете есть. Тут тоже были телекамеры. Каждая весила по 12 килограмм. Вот масштаб той электроники. Понятно. Я специально сделал этот слайд, чтобы сравнить наш любимый лунный трактор с американскими марсоходами. двух предыдущих поколений. Это первый американский марсоход, но это совсем игрушка. Это второй и третий Spirit Opportunity. Opportunity 13-й год на Марсе работает. Великолепное достижение. Но наш луноход-то огромный. Правда, три года назад на Марс сел чуть более массивный аппарат Curiosity. Он чуть-чуть по весу на 50 килограмм превзошел наш луноход. Но по научному снаряжению, конечно, намного. И там, кстати, наш отечественный прибор на нем тоже работает. В общем, я о чем? О том, что вот эта машина сегодня еще вполне может, как механизм, работать по Луне эффективно. И с современными приборами она бы много чего могла. Десятки километров проехала по Луне. Ее делали на танковом заводе по-настоящему надежно. И я думаю, луноходы вот такого типа надо запускать наше к Луне. Последнее наше достижение техническое, кстати, тоже здесь на выставке очень хорошо представлено, это автоматический забор грунта лунного и доставка его на Землю. Раз с космонавтами не получилось, то очень эффективно оказалось, можно сделать без космонавтов конечно, немного грунта. Американцы привезли 400 килограмм. Мы с Луны привезли 400 грамм Луны. Но вообще-то для химического и минералогического анализа что 400 килограмм, что 400 грамм это примерно одно и то же. Ну конечно, американские образцы более разнообразные, их много, тысячи с разных мест, но этот тоже очень неплохо работал. Он бурил Луну на глубину до двух метров, запечатывал образец грунта, примерно 100 грамм вот сюда в шарик, и вот эта вот штука стартовала с Луны обратно к Земле, прилетала на Землю, и шарик на парашюте опускался в руки ученых. Великолепно сделанная на НПО Лавочкина машина без риска, без участия человека, на легкой ракете доставлялась на Луну и возвращалась на Землю. Ну, конечно, нас интересуют полеты людей, я об этом расскажу подробно. 68-й год начиналась лунная гонка, то есть уже ноздря в ноздрю шли инженеры наши и американские, желая запустить к Луне людей. Деньги, как всегда, решили все деньги. Так финансировалось НАСА в те годы. Я напомню, в 69-м полетели к Луне, и до этого пять лет было такого ударного финансирования, которое практически бюджет Советского Союза составляло целиком. Мы, конечно, не могли даже десятую долю таких денег бросить на гражданскую космонавтику в те годы. Не до того было. Ну, я не знаю, есть люди моего возраста здесь. Хорошо, что вы не помните, как мы жили в те годы. Деньги решили многое. Американцы сделали действительно по-настоящему замечательную ракету. Руководил этим проектом все тот же Вернер фон Браун, его команда немецких инженеров, ну и вся американская промышленность им, конечно, способствовала. Это ракета Сатурн-5, самая мощная в истории космонавтики. 110 метров высотой, 3000 тонн весом, 3000 тонн от океанских кораблей. Вот только такая может доставить людей на Луну и вернуть их на Землю. Королев делал нечто подобное. И он практически сделал вот это наша лунная ракета королевская Н1, Н1, носитель 1, он так ее расшифровывал. Она такая же большая. Рядом бы они были очень похожи. Но технологически она, конечно, выступала американской, хотя бы потому, что у них были очень мощные ракетные двигатели. Вот это и есть достижение Вернера фон Брауна. У нас таких не было. У нас много-много сравнительно небольших двигателей было. А управлять десятками одновременно работающих ракетных моторов без электроники, тогда ее еще не было, настоящие электроники, это невозможно. Это и доказали неудачные полеты нашей ракеты. Ну и может быть немаловажно, что наша работала на керосине, жидкий кислород и керосин, это нормальное топливо для ракеты, но американская вторая и третья ступени работали на жидком водороде. Это самое эффективное ракетное топливо, но таких технологий у нас тогда не было. Вот, собственно, семейство американских, семейство советских ракет. Посмотрите, они шли регулярно, наращивая масштаб ракет, постепенно. Королеву пришлось вот тогда была вот эта ракета, на которой летал Гагарин и прочие наши космонавты. И Королев сразу же перескочил вот к этой грандиозной. Инженеры понимают, что вот масштабировать нечто во много-много раз, десятки раз по массе, это почти невозможно, не делая маленьких шагов, но ресурсов было только на то, чтобы один раз попробовать сделать гигантскую ракету. Не получилось. Четыре раза были попытки взлета нашей ракеты, четыре раза она терпела катастрофу. На этом все закончилось. Американская Saturn V ни разу не подвела, не было ни одного неудачного запуска. Вот она до сих пор лежит там в центре управления. Это фон Браун уже на старости лет перед своими замечательными двигателями. собственно это и есть главное достижение. Привяжи хороший двигатель хоть к забору и он полетит куда надо. Главное для ракеты это мотор. Позже в нашей стране сделали ракету подобного масштаба. Это была энергия. Но к сожалению Советский Союз уже разваливался, экономика умирала и она ничего полезного стране не принесла. Никаких достижений, кроме удовлетворения инженерам, что они это сделали. Но реально эксплуатации ее не было. А Сатурн-5 работала надежно. Ее собирали в вертикальном положении в этом сборочном центре на мысе Канаверал. Тогда он назывался мыс Кеннеди. В честь того президента, кто затеял лунную гонку. Его уже не было тогда, его убили. Собиралась вертикально и потом на специальном транспортере отвозилась на место старта. Между прочим, этот транспортер до сих пор жив и работает этот самый большой грузовик в истории. Как был, так и остался. Он возил самую большую ракету на себе. Везет ее туда, 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 к месту старта, чтобы подальше от сборочного цеха, если что, случится с ракетой, чтобы не повредить дорогостоящие оборудование на сборке. Американский космодром на мысе канаверал очень удачно построен. Видите, берег Атлантического океана, географически это довольно близко к экватору, а вращение земли помогает старту ракеты, и чем вы ближе к экватору, тем больше скорость, которую добавляет земля своим вращением. У нас нет таких географических широт. Ну и старт над океаном это тоже полезное дело, потому что когда ракета взлетает, первая ступень сбрасывается, пустая, вторая сбрасывается, и хорошо, когда у вас под вами океан, ну там Куба где-то, ну в общем по Кубе ни разу не попали, ну а у нас на суше космодром, вот наш Байконур любимый, и там, когда взлетает ракета, еще надо смотреть, куда падают ее ступени, не всегда это хорошо получается. Космонавты находятся на вершине ракеты, это их кабина, но если что-то происходит с ракетой на старте, то есть возможность спасти жизнь космонавтам, для этого над кабиной космонавтов есть еще небольшая пороховая ракетка, вот ее испытывали так, это система спасения, она есть на всех ракетах, которые возят космонавтов, и на наших, и на американских всегда, на всех, на наших один раз она спасла жизнь двум нашим космонавтам, когда ракета вот загорелась под ними. У американцев не было такой необходимости, но система была всегда наготове. Три первых, три лучших в те годы космонавта американских, которые должны были испытать впервые в полете Сатурн-5. Им не повезло, они погибли еще на Земле в момент испытания, сидели в кабине ракеты на стартовом столе, и там произошел пожар. Дело в том, что внутренность кабины заполнена чистым кислородом. Вот у нас тут три четверти азота и четверть кислорода, так что не так-то легко костер развести. А в атмосфере чистого кислорода все загорается моментально, как известно, вот этим дело и кончилось. Это заставило американцев притормозить программу Аполлон, как она называлась, и немножко модернизировать технику, чтобы избежать в дальнейшем пожаров, и они примерно на год притормозили свое такое бурное развитие этой программы. А наши инженеры все годы их догоняли, и у нас был сделан хороший лунный корабль. Но любому кораблю нужна еще ракета для старта. Вот с ракетой у нас не получилось. Н1 не удалось довести до ума. А лунный корабль был, и он вполне мог работать, летать к Луне только на каких-то более слабых ракетах. Ну что, взяли и запустили к Луне в середине 68-го года, в сентябре. И мы впервые совершили облет Луны с возвращением на Землю. Первыми космонавтами, которые летали к Луне, были две черепахи. Ну там еще разная мелочь была внутри кабины, но черепахи были главными в этом полете. Не очень мягко они приземлились, но для черепах это все кончилось нефатально, они выжили. И американцы, конечно, занервничали, потому что в следующем полете уже люди, а не черепахи, могли бы отправиться к Луне, и это достижение было бы ими потеряно. Поэтому очень сильно форсировали программу Аполлон, и в последние дни 68-го года при первом же полете от Земли ракеты Сатурн-5 тут же отправили ее с космонавтами к Луне, чтобы застолбить это достижение. вот три первых человека, три первых межпланетных путешественника. Это первые люди, улетевшие от Земли больше, чем на 500 километров. Все эти наши космонавты, они же летают, вот, руку протяни, там, 400 километров, они тут над Землей. А эти впервые тронулись от Земли к другой планете. Облетели ее несколько раз и прилетели на Землю. Я хочу напомнить, что Жюль Верн в своем романе «Из Пушкина Луну» многое предугадал. Вот это иллюстрация из его «Из Пушкина Луну». Снаряд пушечный и реальный корабль Аполлон. Форма одна и та же, размер один и тот же, масса одинаковая. Экипаж. У Жюль Верна было три человека и реально к Луне по три человека каждый раз летало. У Жюль Верна еще собак брали с собой, но реально их не брали на Луну. Полное соответствие. Как он мог это предугадать? Трудно даже понять. Полет Сатурна-5 и вообще любой крупной ракеты это фантастическое зрелище. Ну, представьте, 3000 тонн самого мощного горю... самой мощной взрывчатки, которая есть вообще на Земле. И тут плазменный хвост, огромный факел с температурой почти 3000 градусов и между вот этой взрывчаткой и плазмой расстояние метр. Как она вообще не взрывается во время полета? Это фантастическое достижение инженеров, но оно совершилось. Я покажу, как вообще полет к Луне этой экспедиции происходит. Естественно, на таких скетчах, потому что никто их не фотографировал во время полета, взлетает, отбрасывает ступени ненужные. И третья ступень разгоняет аппарат к Луне. Он сначала делает пару оборотов вокруг Земли, потом отправляется к Луне. Перелет длится три дня. За эти три дня много чего надо сделать. Космический корабль, Аполлон, отстыковывается, разворачивается, пристыковывается вот к этой штуковине и вытаскивает ее из третьей ступени ракеты-носителя. Эта штуковина это лунный модуль, то есть небольшая дополнительная ракета, которая должна посадить людей на Луну, а потом вернуть их обратно наверх на окололунную орбиту. И так они дальше путешествуют к Луне. Основное место жизни их вот здесь, в кабине пилотов. Тут всякая техника, двигатель для торможения у Луны, для разгона от Луны, для подлета к Земле. А это лунный модуль, который позволяет на Луну опуститься двум из трех членов экипажа. Один остается на орбите, в основном корабле, стережет корабль, а двое переходят сюда и вот в этой вот конструкции опускаются на Луну. Нижняя часть для посадки на Луну, верхняя часть для взлета с Луны и для стыковки возвращения на Землю. Вот так они подлетают, тормозятся, расстыковываются и этот маленький садится на Луну. А основной корабль баражирует вокруг Луны и ждет возвращения тех двух космонавтов. Посадка, начало работы, ну в общем, об этом мы еще поговорим. Нижняя ступень практически израсходована, топливо в ней закончилось, когда она уже села на Луну. Остается топливо только в верхней части и здесь кабина для двух космонавтов. Настолько маленькая кабина, что там даже нет сидений. Они вынуждены там стоять один у одного иллюминатора, другой у другого и управлять полетом этого крайне мелкого аппарата. Вот Армстронг, первый человек на Луне, это его рабочее место. Он специальными резиновыми подтяжками прикреплен к стене, чтобы его там не болтало во время полета этой штуковины, но сесть ему негде, он стоя работает. Часто говорят о том, что вложенные в космонавтику деньги каким-то образом возвращаются обратно к нам сюда какими-то бытовыми полезными вещами. Я, честно говоря, не знаю ничего, хотя говорят про тефлон, про подгузники, но это все до космонавтов на самом деле было. А вот мне кажется, единственное полезное по-настоящему, что было стимулировано космонавтикой и сейчас вошло в наш быт, это микропроцессоры, то есть маленькие компьютеры. Для этого космического аппарата нужен был компьютер. Человек не мог за всеми системами уследить. А компьютеры в те годы были, но они занимали площадь, вот как этот зал у нас в институте был такой, весили тонны и тонны, а нужен был микроскопический. И вот впервые микропроцессор, то есть компьютер в одном кристалле, был создан для этого аппарата. Потом он пошел уже во все дырки сейчас, где только их нет, и в холодильнике, и в стиральной машине, и в телефоне, везде. Вот это все внуки вот того первого компьютера, созданного для лунного модуля. Интересная проблема, вы прилетели на Луну, поработали, вам отдохнуть надо, вот вы там несколько дней работаете на Луне. Предлагали им спать таким образом, один садится в ноги, другой залазит на двигатель, и вот они там так, не снимая скафандров, должны были спать. Ничего из этого не получалось. Вообще в скафандре спать не очень удобно, а снимать его нельзя, потому что стенки тонкие, метеорит мог маленький продырявить, и воздух бы вышел, и на всякий случай им запрещали снимать скафандр, ну и спать в таком положении тоже невозможно. Поэтому для следующих экспедиций уже придумали гамаки, в которых хотя бы вытянуться можно было, и разрешили шлемы снимать, в таком положении они уже могли отдохнуть, потому что последние три экспедиции, их было всего шесть на поверхности Луны, они по трое суток проводили на Луне, спать надо было. Вот они в таком положении спали. Но потом взлет, верхняя кабина взлетает, нижняя остается на Луне, верхняя с космонавтами они там стоят, взлетает и стыкуется со своим основным аппаратом, сама кабинка сбрасывается на Луну, падает, аппарат летит к Земле, стартует с Луны, летит к Земле, через трое суток подлетает к Земле, кабина отстыковывается, вот здесь космонавты сидят от этого служебного отсека, и вот эта вот маленькая кабинка, она влетает в атмосферу Земли, выпускает парашют и садится в океан. Все возвращения американских космонавтов всегда, до сих пор, ну, не считая шаттла, а вот такие одноразовые, всегда на поверхности океана происходили, чтобы мягче было. В те годы в нашей стране тоже был создан лунный корабль, я уже о нем говорил. Сегодня мы его знаем под именем Союз, это наша основная рабочая лошадка, которая уже 40 лет возит космонавтов туда-обратно, но только на орбиту околоземную, а вообще-то это лунный корабль был, и очень, кстати, неплохой. Но ракета не получилась, поэтому к Луне он людей не возил. И вот, что я вам хочу показать, это наша лунная шлюпка, лунный модуль, он тоже был создан и тоже был испытан в космосе, очень хорошо себя показал, и я впервые увидел его в натуральную величину вот за этой стеной, вот когда вы пойдете на выставку, он там стоит, фантастическая вещь, никогда его никому не показывали, мне рассказывали сотрудники, как его сюда доставляли, это отдельная песня, они вам когда-нибудь это расскажут, как его сюда, в общем, как его сюда доставляли, это интересно. Он был рассчитан на одного космонавта, дело в том, что наша большая ракета, она хоть и большая была, но не такая мощная, как у американцев, и она могла к Луне только двоих привести, значит, один должен был остаться на орбите, а второй опуститься на поверхность Луны, вот для него одного и был сделан этот небольшой лунный аппарат, а у американцев для двоих он был рассчитан, если бы, ну вот так он должен был работать, взлетать с Луной, если бы они вдруг рядом опустились на Луне, американские, и на что выглядели бы они вот так, то есть наш поменьше, он на одного человека, и практически багажника там нет, у американцев на двоих, и довольно большой грузовой отсек, там всякие приборы, ну, увидите сейчас, что там. Первым нашим человеком на Луне должен был быть Алексей Архипович Леонов, и он до сих пор страшно переживает, что не случился этот полет, а он так к нему готовился, ну, не только он, там, Быковский, в общем, там шесть человек готовились, и не слетали, жалко. А вот кто слетал первыми, это тот самый экипаж, Армстронг, Олдрин, его второй пилот, и Коллинз, человек, который долетел до Луны, но не опустился на ее поверхность, а стерег корабль на орбите. Старт Аполлона-11, впервые полетевшего с задачей опуститься на Луну, до этого были экспериментальные полеты к Луне, вокруг Луны, имитация посадки, а эти первыми отправились уже с задачей сесть, середина 69-го года. Ну вот, довольный Армстронг в кабине космического аппарата. Прилетели, вышли на поверхность. Оказалось, что американцы столкнулись с той же проблемой, с которой за несколько лет до этого столкнулся Леонов, когда выходил в открытый космос из нашего корабля Восход. Если кто помнит, у Леонова была такая история. Выйти-то он вышел, а зайти обратно не мог, потому что в вакууме его скафандра, внутри скафандра давления, воздух, он раздулся, как мячик, и Леонов уже не мог обратно в люк туда протиснуться. Но он очень сильный человек, а в те годы он просто был такой качок, как сейчас говорят. Он себя туда протиснул с большим трудом. Американцы на те же грабли наступили. Их скафандр раздулся, и вот в этот люк он не проходил. Но хорошо, что внутри был второй человек, и он, значит, помог выйти на поверхность Луны первому. Вот так они в таком положении ногами вперед оттуда выходят и спускаются и начинают работать. В багажнике научные приборы были, хотя говорят, что эти полеты идеологическую задачу решали. Да, конечно, прежде всего идеологическую. Американцам надо было доказать, что они все-таки первые, что их техника лучшая в мире, они это доказали. Но научная нагрузка на эти полеты была вполне адекватная. И даже первый экипаж, которым задача была выйти, потоптаться и спустя обратно на Землю, они два часа всего провели на Луне, и им запрещено было больше, чем на 20-30 метров от места посадки уходить. Тем не менее, даже они привезли интересный прибор, например, сейсмографы, которые остались на Луне. У них, видите, панели солнечных батарей, они там еще годами работали, и лунотрясение регистрировали, и таким образом мы узнали внутреннее строение Луны сейсмическими волнами. И вон там стоит приборчик очень полезный, вот этот вот. это отражатель лазерного луча. По сути, это специальное зеркало, такая алюминиевая матрица, в которую вставлены стеклянные призмы специальные. У нас на луноходах они, кстати, тоже были. Это позволяет нам с Земли из телескопа к Луне отправлять лазерный импульс, он отражается от этого ретро-рефлектора, как его называют, и через 3 секунды прилетает обратно к нам. И по времени пролета света к Луне и обратно мы точно измеряем до нее расстояние. Сегодня точность уже лучше сантиметра, в ближайшие годы будет миллиметр примерно, и это очень много чего рассказывает и о Луне, и о Земле, и даже о гравитационных волнах. В общем, это крайне полезно и до сих пор они работают. А что им будет? Ну, пожалуй, самый популярный снимок первой экспедиции это Олдрин, вот у нее тут написано. Дело в том, что у них на двоих была одна фотокамера, и она висела на груди у Армстронга, поэтому в основном на всех фотографиях первой экспедиции Олдрин. Но все-таки мы там и Армстронга видим, благодаря тому, что это светозащитный щиток антисолнечный, он покрыт таким позолотой специальной, ну, пляжные очки, грубо говоря, и там все отражается. и корабль, и флаг, и приборы, и сам Армстронг, и еще кое-что вот тут. Наверное, вы уже догадались, да, что это. Но, между прочим, долго люди не могли до этого догадаться. Дело в том, что на этом снимке баланс цвета немножко изменен так, что вот эта вот отражающая желтая, она позолоченная поверхность, желтая убрана, и тогда голубое пятнышко стало более явным. А первые несколько лет после полета никто не обращал внимания на это пятнышко, и любитель космонавтики, молодой парень американский, впервые обратил на него внимание. Я тоже пересчитывал там по углам отражения, все точно, это Земля. Она вот как раз там была, над космонавтами со стороны Солнца почти. Вот так, что и Земля, и Луна, и все на свете в одной фотографии поместилось. Работа в скафандре. Ну, на Земле в скафандре такого типа вообще невозможно двигаться, он весит почти 200 килограмм, и шагу не сделаешь. Но на Луне сила тяжести в 6 раз меньше, и все-таки шаг сделать можно. Тем не менее, очень неудобно работать в скафандре. Посмотрите, оборудование тех лет. Вот фотоаппарат. Про фотоаппараты мы уже говорили. Сегодня можно было бы 20 камер воткнуть в перчатки, во все стороны. Вот фотоаппарат, хассельблат, очень хорошая пленочная камера, но это же вот-вот-вот-вот такая 2 килограмма на груди. Ну и всякие там приборы, и шпаргалка. Вот у него маленькая записная книжка, он откидывает странички, и там записано, что он каждые 5 минут должен делать, чтобы не терять время на луне. О, вот такой фотоаппарат у него на груди. Автоматики никакой. Резкость, диафрагма, выдержка, все надо было, там, кассету с пленкой надо было менять. В общем-то, то еще удовольствие, поэтому на двоих дали одну камеру, к сожалению. На Армстронга практически нет фотографии. Одна очень плохенькая есть, ее никому не показывают обычно. На всех Олдрин. Скафандр штука неудобная, гнется он только там в локтях, в коленях и почти не гнется в пояснице, поэтому, в общем, но самое трудное, самое неприятное в скафандре, вот чтобы вы думали, это перчатки. Ведь внутри скафандра давление, а снаружи вакуум. Перчатка надута, как волейбольный мяч. И каждое желание сжать вашу руку, это надо преодолевать примерно пол атмосферы давления, это очень много. Я читал отчеты космонавтов, те, кто работали по трое суток на Луне, у них кровь из-под ногтей уже сочилась, потому что работа руками там крайне сложна. Скафандры понемножку модернизировались от первых экспедиций к следующим, учитывали какие-то недостатки, переделывали, но вот перчатки, они как были, так и остались, и это самая-самая ответственная вещь скафандра, которая, кстати, перчатки протирались, лунная пыль оказалась очень абразивной, и к концу третьего дня экспедиции они были вот-вот уже почти с дырочками. Не могу не вспомнить. Лучший специалист по перчаткам космического скафандра работал у нас, и он в трудные годы в середине 90-х уехал в Штаты, и сейчас там лучший специалист по перчаткам и вообще по скафандрам для космонавтов. То есть потеряли уникального специалиста, который вот умел это делать. Конечно, есть кому делать и сегодня, но он был уникален. Ну, ладно. Как ходят по Луне? Это не платочек, это пакетик для сбора образцов. По-разному, они разные походки испытывали, и по кенгуриному, и в перевалочку. Как видите, в общем, можно ходить, и довольно быстро ходить, но сказать, что это очень удобно, ну, вроде приспосабливаются, как-то передвигаться. Но это не очень удобно. Вот, ну, посмотрите сами. А звук где? Это у вас в компьютере звук, а вы обещали вывести его на зал. Ну, ладно, нас подвели. Он там песню поет. Но не всегда приходилось петь песню. Вот, посмотрите, бурят Луну, там, дырку делают. Вот, не устоял. Хорошо, что было кому помочь подняться. А наш Леонов был бы один на Луне. То есть, в скафандре работать нелегко. Более того, был шанс, что система жизнеобеспечения может отказать в одном из скафандров, поэтому у них специальный шланг был, система взаимного спасения, которым можно было соединить два скафандра, и тогда один ранец работал бы на двоих. Но ни разу не понадобилась эта штука. Скафандры оказались надежными. Третий член экипажа летал вокруг Луны и делал свое дело. Во всяком случае, первые очень детальные снимки обратной стороны Луны привезли именно эти экспедиции. Вот это наш любимый кратер Циолковский, один из крупнейших кратеров на Луне. Тогда же были сделаны интересные открытия, например, речные русла. Вот, происхождение этих структур до сих пор труднообъяснимы. Рек на Луне быть не может, а откуда-то русло. То есть, это были интересные результаты. Аполлон-12, следующая экспедиция, и сразу же новая задача сесть не абы куда, а в заранее намеченную точку. они сели рядом со своим роботом, сервейером, который прибыл туда за несколько лет до этого. И впервые состоялась вот их лунный модуль, космонавт обошел, тут кратер небольшой обошел, и встретился со своим роботом. Вот первая встреча человека с роботом на другой планете. Они кое-какие детали сняли с этого аппарата, поскольку он пять лет до этого, ну, почти пять лет, на Луне провел, и интересно было посмотреть, как реагируют разные материалы, электроника на условия лунные, и привезли на Землю. Самое странное, вот это фото, телекамеры, они ее сняли, привезли, оказалось, что внутри нее живые микроагронизмы земные, по-моему, кишечная палочка там оказалась, выжила на Луне в безвоздушном пространстве при радиации несколько лет. Некоторые приборы имели особые источники питания, вот это ядерная батарея, термоэлектрический генератор, внутри которого он сейчас вынимает из пенала такой запас плутония, вкладывает его сюда, и таким образом приборы могли работать и при солнечном освещении, и лунной ночью, она длинная, там две недели. Это действительно очень хорошие научные приборы были, которые долго еще передавали измерения, результаты измерений на Землю. Приборы нельзя было ставить рядом с местом посадки, потому что при старте их могло просто струей реактивной повредить. Значит, надо было их отнести куда-то немножко вдаль. Вроде бы не тяжело на Луне ходить. Вот берут один прибор, другой прибор, соединяют такой палочкой и несут. Но представьте, на вас скафандр, еще, значит, это вот, не так-то это легко. Пыли немного оказалось, пыль не сильно им мешала ходить, но она сильно мешала жить, потому что пыль на Луне очень наэлектролизованная, там ультрафиолет солнечный, он же не проходит, атмосферы нет, пыль наэлектролизованная, она липнет ко всему, и они, возвращаясь в свой космический аппарат, приносили на себе довольно много лунной пыли и просто кашляли от нее. Она, говорят, была похожа по запаху на порох, такой едкий для горла. В общем, это неприятно оказалось, хоть и немного, но неприятно. Они расставляли там сейсмометры, заряды оставляли, которые потом по радиокомандам с Земли подрывались, и звуковая волна шла внутрь Луны, отражалась, и сейсмометры ее принимали, так что это полезные были эксперименты. Аполлон-13, третий полет к Луне, единственный неудачный. Ну, был фильм, наверное, многие смотрели художественный. Уже подлетая к Луне, у них произошла авария. Третий, ну, вот сам корабль Аполлон, на нем взорвался бачок, бак с кислородом, разворотил им там все-все, и они чуть, в общем, еле живые, облетев Луну, добрались до Земли, видите, довольные с одной стороны, но экспедиция оказалась сорванной. Начиная с Аполлона-14, уже стали думать о том, как облегчить космонавтам жизнь, им дали впервые тележку с собой, такая двухколесная тележка с ручкой, на которой можно было приборы перевозить, образцы грунтов собирать, это, конечно, облегчило им жизнь, вот ручка, вот тележка на колесиках, они ее называли рикша, и каким-то образом они ее таскали с собой, вот сел корабль, и пошли они с этой своей рикшей, ее следы, следы космонавтов, вот от их ног, ямочки, они уже на несколько сот метров могли чего-то там перевозить и устанавливать. Но, конечно, американцы не могут без автомобиля, и на Луне появились электромобили, на Земле еще не было в ту пору электромобилей, на Луне появились последние три экспедиции, Аполлон-15, 16 и 17, были снабжены такими машинами, батареи, электродвигатели в колесах и два места для космонавтов. Очень легкая машина, 200 с чем-то килограмм она на Земле весит, ее, в общем, два сильных мужчины могут поднять, на Луне она вообще в шесть раз меньше весит, но там все было, и телекамеры, и фотокамеры, и самая интересная система навигации, потому что на Луне очень близко горизонт. У нас, когда вы стоите вот на берегу моря, до горизонта где-то километров пять с половиной, шесть, а на Луне всего два километра до горизонта, если вы собираетесь далеко ехать, то вы очень быстро потеряете из виду свой космический корабль, там уедете на пять километров, и все, он скроется за горизонтом, как к нему вернуться? Поэтому здесь система гироскопов, которая позволяла маршрут прочерчивать и возвращаться им обратно, в общем, ориентироваться на Луне. Вот так эта машинка выглядит, это они ее испытывают уже в полном снаряжении перед полетом, она складная, потому что в таком виде ее просто некуда было закрепить, все складывалось, и она размер большого чемодана приобретала, и ее к борту космической этой шлюпки лунного модуля прикрепляли. Потом, прилетев на Луну, надо было ее развернуть и привести в рабочее состояние, что и делалось. Колеса разворачивались, сиденья поднимались, приборы в состояние такое походное поднимались, ну и все, можно было садиться и ехать. Она неплохо себя показала, максимальная скорость, по-моему, до 18 километров в час у нее была, она же бездорожья, так что вполне нормальная скорость. Обратите внимание, большие крылья над колесами, казалось бы, лишний груз, а вот нет, эти крылья очень толково были продуманы, потому что пыль, которую колеса загребают, если бы не крылья, она бы летела прямо на приборы, на космонавтов и доставляла бы им много хлопот, это было очень важно. Сила тяжести. Вот Джон Янг, такой очень активный космонавт, демонстрирует, что можно даже в таком тяжелом скафандре подпрыгнуть где-то сантиметров на 60, пятки у него от грунта отрываются, на Земле даже без скафандра мало кто может подпрыгнуть на 60 сантиметров, чтобы пятки на прямых ногах оторвались. Так что Луна это все-таки благоприятное для прыжков место. Для любителей астрономии скажу, вот это первый телескоп на Луне. Там был ультрафиолетовый телескоп. Всегда находятся скептики в любой аудитории, которые говорят, да не были американцы на Луне, да все это сняты в павильонах Голливуда, да вот посмотрите, флаг трепещет, но там же нет атмосферы, забыли дверь закрыть в павильоне, вот сквозняк. Давайте сразу покажу, что это не так. Флаг мятый, его доставали из пенала, разворачивали, он на планочке висит, сила тяжести маленькая, он так мятый остался, не расправился, утюга у них не было с собой. А вот два последовательных кадра. Космонавт отдает честь национальному флагу, сам он движется, а флаг как был, так и в таком состоянии. То есть это не сквозняк, это он просто такой мятый. Первые посадки были на очень ровных местах, чтобы не было никаких проблем, а следующие экспедиции уже летали в горы, то есть туда, куда геологам интересно попасть. И уже, вот, например, это долина Хедли, такая, видимая с орбиты, а это космонавты, когда рядом с ней опустились, видят ее с высоты человеческого роста. И там, конечно, образцы для геологов намного информативнее оказались, чем просто лунная пыль, которую на ровных местах можно подобрать. Видите, они уже в предгорье опускались. На вершины, конечно, никто не рисковал, но в предгорье они опускались и потом на какие-то холмы на своей этой машинке поднимались. Она очень надежная оказалась, они все там остались, все три электромобиля, они на Луне до сих пор, и, наверное, в рабочем состоянии, что им будет. Так что ими еще можно пользоваться, если что. Крылья. Я уже упомянул о них, и была такая история. Последняя экспедиция, Палан-17, когда они снимали машину и разворачивали ее, зацепили одним крылом, вот видите, это в нормальном положении, а вот здесь куска не хватает. Оторвали, просто задели, и оторвалось крыло. Казалось бы, ерунда. Сели, попробовали поехать. Колесо бросает пыль на космонавтов и на приборы. Из Земли была команда машину не использовать, ходите пешком. Ну, представляете, вы на Луне, у вас есть автомобиль, его нельзя использовать. То есть срываются все планы дальних поездок. Поэтому они ночью не спали, думали, что сделать, и придумали. Отбор журнала, оторвали обложку, склеили ее скотчем и пришпандорили вместо сломанного крыла. И таким образом 32, по-моему, километра проехали на этой машине и прекрасно им служило. Никто не мог вспомнить, откуда скотч появился в кабине. Вроде он так не был запланирован, но кто-то его туда положил. Вот спасибо этому человеку. С тех пор во все космические кабины и на МКС, когда летят, обязательно кладут скотч. Самым полезным человеком на Луне, конечно, оказался последний. Это был член последняя экспедиция, Аполлон-17, единственный ученый, геолог Шмидт. До того 11 человек, все были летчики, конечно, профессиональные. Их учили, их и геологии обучали. Вот они собирали образцы, но, конечно, глаз геолога оказался намного более профессиональным, и он привез самые интересные находки. Вообще, собирать что-либо на Луне в скафандре трудно, нагнуться он не может. Тут и камеры там, и все. Вот эта штучка, это такой захват. Он тут нажимает кнопочку, а на конце лапки берут камень. И он потом подтягивает его к себе и так не глядя, вот в эту торбочку туда засовывает. Все образцы брались по нормальной геологической технологии. То есть фотографировалось место, откуда взят образец, и даже перед этим вешка ставилась, чтобы видно было по тени, откуда солнце светит. Ну, а вот это вы, наверное, уже поняли, да? Это цветная полоска. Не поняли? Зачем она нужна? Баланс белого, конечно. У нас сегодня аппарат сам выставляет баланс белого, а тогда не было такой техники. И потом уже задним числом на земле при обработке фотопленки надо было, ориентируясь на эти цветные площадочки, восстанавливать баланс белого. Конечно. Вот этот камень, который обнаружил Шмидт и отколол от него кусочек, привез на землю, оказался самым старым образцом вообще когда-либо попадавшим в руки геологов. Ему почти 4,5 миллиарда лет. То есть это ровесник Луны и Земли. На Земле таких пород просто не сохранилось. На Луне вот проехали несколько десятков километров и нашли. Это количество грунта, которое привозило каждая экспедиция и количество километров, которые она прошла. Ну, от первой нечего было ожидать, они там несколько десятков метров только прошли, хотя грунт привезли. А потом каждая следующая экспедиция и три автомобиля сразу позволили им на десятки километров уезжать от места посадки, ну и привозить сотни килограмм грунта с собой лунного из тысяч мест, взятых на Луне. Так что это бесценная коллекция, ее до сих пор изучают. Ну вот, этот кадр мне очень нравится, он так демонстрирует одиночество. Представляете, на планете два человека, вот двое на целой планете, а у нас Леонов вообще бы один там гулял, кошмар какой. Ну вот, конец экспедиции, улетаем на Землю. Стартуем. Пыль поднимается, конечно, реактивными двигателями, но посмотрите, очень быстро оседает. Воздуха нет, пылинки просто по баллистическим траекториям подпрыгнули и осели. Съемка идет с электромобиля, на нем телекамера стоит. Взлетаем, стыкуемся с основным кораблем «Аполлон» и через трое суток мы на Земле садимся, горим, как всегда, выпускаем парашют. Жюль Верн. Жюль Верн тоже говорил, что садиться надо в Тихий океан. Его снаряд из пушки на Луну плюхался в Тихий океан. И реально то же самое плюхалось в Тихий океан недалеко от побережья США. На парашюте опускались, ну там их, конечно, подбирали тут же, спасатели, эвакуировали космонавтов. И вот что любопытно. В те годы не было уверенности, что Луна безжизненная. Это мы сейчас знаем, что на поверхности Луны жизни нет. А тогда уверенности не было. И когда первая экспедиция Армстронг и его друзья возвращались с Луны, то их, подняв в вертолет и еще до того, как он на авианосец сядет, переодевали в костюмы биологической защиты. И тут же с вертолета отправляли в камеру на карантин. И они там сидели три недели, их приветствовали, их там поздравляли. Вот тогдашний президент американский поздравляет. А их не выпускали оттуда из карантина, чтобы проверить, не принесли ли они на себе с Луны каких-нибудь патогенных микробов, которые нас тут всех перезаразят. Но это было только в первой и второй экспедиции. Их возили в этой... Вот они на Луне, они туда-обратно за неделю, а потом еще три недели сидели в карантине на Земле. Их возили по Соединенным Штатам, там публика приветствовала, но не выпускали из этой банки, пока не проверили, не убедились, что Луна безжизненное тело. Сегодня мы можем отметить все места посадки и автоматов, и наших, и американских, и людей вот эти Аполлончики, вот эти Аполлончики, Аполлончики. Как видите, видимо, обращенная к Земле сторона Луны более или менее так равномерно исследована. На полюсах, правда, еще никто не был, а так, в общем, средний пояс Луны изучен неплохо. На обратной стороне Луны пока не был никто. В те годы много было разговоров о следующих этапах исследования Луны и у нас, у американцев, но денег не было ни у нас, ни у американцев. И примерно на 20 лет это все, полеты к Луне прекратились. И все вот эти вот замечательные проекты лунных городов, они остались на бумаге. Но начиная с 90-го года к Луне уже начали летать, так сказать, второе поколение, начало летать автоматы туда. И по сей день вокруг Луны непрерывно работают разные американские, европейские, китайские, японские, индийские. Летают японские, вот огромный туда летал, очень интересно. Это японские кадры, восход Земли над лунной поверхностью, очень эффектно. когда летал их аппарат, они прямо в телевизионные каналы общественного телевидения японского непрерывно демонстрировали Луну вот прямо с борта этого их лунника. Прекрасные кадры. Самым продвинутым оказался американский аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter. Он до сих пор летает, уже около 10 лет. У него самые мощные фотообъективы, и он фотографирует Луну с великолепным качеством. Мы уже получили по его снимкам самые подробные карты Луны, и сняты все места посадок и наших аппаратов, и американских аппаратов. Ну вот, место посадки Аполлона-11, такое самое интересное место. Я уже говорил, что это вот карта, которую Армстронг нарисовал по возвращению с Луны, как они там вокруг своего лунного модуля, куда ходили. Ему не разрешалось отходить больше, чем на 20-25 метров. Но он в самом конце уже, никому не говоря, там по радио промолчал, отбежал вот сюда метров на 60, и вот эту панораму сфотографировал. Это его тень, собственно, эта фотография, вот кратер небольшой. А вот современный снимок с орбиты, нижняя ступень лунного модуля, и вот тот самый кратер, куда отбежал Армстронг, чтобы сфотографировать это дело. Все остальные места посадок тоже сняты. Это 12-й Аполлон, вот тут они прилунились, вот сюда пошли, встретились. Помните, я вам говорю, показывал кадр с сервейером, и тут видны даже тропинки, которые ногами протоптали космонавты, когда ходили, приборы относили в разные места. это Аполлон-14, место посадки, и вот видны те самые следы этой двухколесной коляски, с которой они бродили вокруг. В общем, все шесть мест посадок Аполлона сфотографированы, прекрасно видны тропинки, протоптанные ногами и колесами электромобилей, и наши все тоже сняты. Вот наш любимый Луноход-1, Луноход-2. Кстати, с Луноходом-1 замечательная история получилась. Луноход-2 мы никогда не теряли, всегда знали, где он находится, и лучом лазера его зондировали и получали отзыв. А Луноход-1 был потерян. Там один момент был, когда меняли систему картографии на Луне геодезическую и потеряли его координаты. Не смогли нащупать его потом лазерным лучом, долго никак не могли найти. И вот по снимкам с орбиты нашли его и теперь опять долбят в него лазерным лучом, получают ответ. То есть он работает как отражатель лазерного света, очень эффективно. Вот он тут сидит наш Луноход. Даже следы, не знаю, видны вам или нет. Вот, видны, да, следы его тут. Если говорить о полетах людей на Луну, то надо бы какие-то полезные ресурсы найти на Луне, чтобы не возить все с Земли. Самым полезным, конечно, является вода. Если мы найдем на Луне воду, значит, это облегчит экспедиции. И вот было несколько интересных попыток ее найти. Самое интересное, пожалуй, вот это. Американцы запустили аппарат, который был укреплен на последней ступени ракеты-носителя. И потом, подлетая к Луне, они разъединились, ступень пошла первой, она уже пустая, банка, врезалась в районе южного полюса, где солнечные лучи, вот как от этого фонаря на меня светят, под ногами темно, да, и так же точно плохо солнце здесь освещает Луну. И там внутри кратеров есть места, куда никогда не попадал солнечный свет. Там температура всегда очень низкая и могла сохраниться вода. Вот туда грохнулась эта самая третья ступень ракеты-носителя, взрыв произошел от удара. А вслед за ней летел научный аппарат. И выброшенные при взрыве вот эти вещества он исследовал, действительно, там оказался водяной лед, ну, тут он в пару уже превратился. В общем, вода на Луне есть. Не очень много, но если работать в районе полюсов северного или южного полюса Луны, то эту воду каким-то образом можно будет использовать. Она в виде вечной мерзлоты. Что по поводу возвращения людей на Луну? Ракета Сатурн-5 уже в истории. Никто ее не будет воспроизводить. Последние 30 лет американцы летали на шаттлах, но это каботажный корабль ближнего действия. Никуда летать не может, только на орбиту вокруг Земли. Лет 12 назад американцы опубликовали планы по созданию новых тяжелых ракет. Но у них тоже денег на все не хватает. Вот эта небольшая была создана, испытана без человека, а те большие так и остались на бумаге. Теперь новые планы. Вот Обама пришел, у нее новые планы. Опять хотят сделать большие ракеты, которые смогут возить людей и на Луну, и на Марс. В общем, ракеты одного примерно калибра нужны для полетов и к Луне, и к Марсу. Делают потихоньку, ну, наверное, сделают в конце концов. у нас тоже примерно такой же мощности ракета потихонечку производится. Но когда будет готова, непонятно. Теперь, кроме ракеты, которая швыряет корабль, нужен еще сам корабль для перелета к Луне, к Марсу и так далее. Вот тот старый Аполлон, на котором летали. А вот новые варианты, которые сейчас создаются. Сказать, что они намного лучше Аполлона нельзя. Ну, конечно, электроника новая, но по объему, по массе, по вместимости они приблизительно такие же. На Аполлоне три человека летали, но на этих может быть до пяти человек поместится. Вот на Орионе, например, пять человек. Его уже начали испытывать, он скоро будет готов, но ракеты все равно нет. Не на чем пока этот корабль отправлять. Вот этот Орион, там три человека хорошо помещаются, а в пятером тесно, но можно в пятером воткнуть. И, наконец, новый лунный модуль. Вот это очень интересная конструкция, она намного лучше, чем старый, потому что это по-настоящему такое долговременное жилище на четырех человек, примерно на месяц они могут там на Луне жить вчетвером, и всех ресурсов хватит, но его еще никто не делал, это пока только на картинках есть. Корабль Орион уже современный, и для него не нужен пилот на орбите. Они могут прилететь туда вчетвером, например, все четверо спустятся на Луну, а он в автоматическом режиме будет летать. Видите, у него уже панели солнечных батарей есть, раньше не было, и он может их ждать просто пустой, без пилота. Потом они возвращаются и на Землю. Это интересно, но пока не готово. Что полезного можно с Луны получить? Единственное, о чем идет речь пока, это легкий изотоп гелия, гелий-3. Обычный гелий это гелий-4, два протона, два нейтрона. Гелий-3 это два протона, один нейтрон. Зачем он нужен такой? На Земле его практически нет. Он был бы очень хорош как топливо для термоядерных электростанций, если они заработают. Пока еще ни одной работоспособной электростанции термоядерной нет. Если будет, то заетерий с гелием это прекрасное топливо. Тогда Луна станет по-настоящему востребована для промышленности, для наших потребностей на Земле. Пока Луна только площадка для научных исследований. И кто бы вы думали сегодня активнее всего занимается исследованиями Луны? Вы уже видите, кто? Китайцы. Они просто закусив у дела сейчас занимаются Луной. У меня последние годы я астрономию в МГУ преподаю, студенты китайские постоянно учатся и говорят нам только про Луну. У нас вот задача и они эту задачу очень успешно выполняют. По крайней мере 30 лет спустя после последних наших полетов 30, 40 лет спустя до 40 лет впервые на Луну сел робот китайский. Сидит, работает. Что меня особенно в нем интересует, это ультрафиолетовый телескоп. Он нам уже сотни тысяч фотографий ультрафиолетовых прислал с Земли, не видно ультрафиолетов, он не проходит сквозь атмосферу. Он привез и луноход. Ну, с луноходом не задалось у них, он проехал несколько сот метров и сломался. Но работает, то есть приборы там работают, просто колеса сломались, он стоит на одном месте, но чего может, то и делает. Вот у китайцев очень большие планы, они на обратную сторону Луны собрались запускать роботов, и люди на Луну тоже готовятся китайские. Так что они сейчас этим делом занимаются активно. Наша лунная программа существует. Вот есть линейка новых аппаратов, которую Роскосмос, так это ни шатка, ни валка, давно уже пытается сделать и отправить на Луну. Видно, что они повторяют то, что уже было вокруг Луны, с посадкой на Луну, с доставкой грунта лунного. Казалось бы, это пройденные вещи, зачем повторять? Но ведь поколение инженеров, которые делали те лунные аппараты, они уже на пенсии в лучшем случае. Сейчас новые молодые инженеры, у которых нет никакого опыта межпланетных перелетов, создания межпланетных аппаратов. И по сути опять начинается новый этап выращивания работоспособных инженеров, которые на новых, конечно, принципах, электроника уже есть, пытаются воспроизвести то, что было 40 лет назад сделано их отцами. Надеюсь, что все-таки сделают. Я думаю, что первые люди, которые вернутся на Луну, все-таки будут туристы. Сегодня для науки и для технологий люди на Луне не нужны. Роботы намного эффективнее и дешевле. Но запретить лунный туризм никто не может. Уже на МКС летало, по-моему, около 20 туристов. Стоит это не бешено дорого. По-моему, сейчас около 50 миллионов долларов стоит билет на Международную космическую станцию провести там неделю. Я прикидывал полет к Луне, вокруг Луны с возвращением на Землю где-то 150 миллионов. И, наверное, около 300 миллионов будет стоить посадка на Луну, работа на Луне в течение недели и возвращение с Луны. Это деньги, которые есть у многих людей. Если у них в голове такая романтическая идея, они вполне могут себе это позволить. Была бы техника, а найдется кому за нее заплатить. Это очень хорошо за частные деньги развивать это направление космонавтики. Почему бы нет? Так что лунные города, конечно, будут, когда неизвестно. Выглядеть они будут, скорее всего, не так. Вот это вот неверный проект лунного города. Потому что уровень радиации на Луне такой же, как в открытом космосе. То есть очень большой. И без защиты толстым слоем грунта, метра два-три толщиной, у вас там шансов долго прожить не будет. А под защитой, конечно, живите в этой землянке сколько хотите. Правда, в чем смысл тогда лететь на Луну? Я не знаю, если сидеть там в землянке. Но кому захочется, тот, вероятно, так там и устроится. Так что перспектива есть. Посмотрим, как это все будет развиваться. Спасибо. Ну, я не знаю, организаторы нам должны сказать, как мы теперь будем. Вопросы, наверное. Да, если есть вопросы, поднимайте руку, и мы будем подходить к вам. Микрофон есть, да? Вот, вот там рука есть. А можно я выйду из этого фонаря? Я уже не могу. Просто ужас какой-то. Добрый вечер. Огромное вам спасибо за лекцию. Восхитительное. Меня зовут Дмитрий. У меня вопрос. А вот первые космонавты, которые первые прилунялись, как они вообще относились к воздействию радиации? С радиацией. Доза радиации, которую человеку безопасно можно получать, это примерно 5 БР, вот для работников атомных станций, она считается максимальной для сохранения здоровья. 5 БР в течение... БР – это биологический эквивалент рентгена. 5 БР в год больше нельзя. Космонавтам на МКС разрешают получать 10 БР в год. Это уже некий риск для здоровья, но на это идут. Вот вы видели, что на МКС сидят иногда по году, работают, но больше нельзя. Когда вы вылетаете за пределы земной магнитосферы, уровень радиации примерно в 2,5 раза возрастает. Плюс еще есть риск солнечных вспышек, что тоже неприятно. Плюс еще вам надо, вылетев из земной магнитосферы, пройти сквозь радиационные пояса Земли. Это, собственно, и есть магнитосфера. А там радиация вообще зашкаливает. Ну, в общем, полет к Луне длится максимум трое суток, трое там и трое обратно. 9 суток. Так что даже при таких вот рисковых условиях набрать какую-то фатальную дозу радиации не успевают они просто. Полторы недели это слишком мало. Ну, ни один из американских космонавтов, по-моему, белокровие не получил вот от этих полетов на Луну. То есть они умирали от чего угодно, только не от радиации. Собственно, некоторые еще и живы. Ну, вот Армстронг умер. Ну, старенький, просто там, за 80 лет там всем зашкалило. А Олдрин жив, работает, книжку недавно написал. Так что радиация для них это не та проблема, с которой надо было считаться. Слишком все быстро происходило туда-сюда. Вот на Марс это совсем другое дело. Это не три дня, а 8-9 месяцев в одну сторону, 8-9 месяцев в другую. Вот там уже фатальная почти доза радиации. А Луна близко. Я же говорил, нам с ней повезло. Да, пожалуйста. А почему нельзя все-таки добраться до обратной стороны Луны? Добраться можно. Связь, радиосвязь поддерживать не удастся. Вам же надо видеть Землю, чтобы радиосигнал на нее посылать. А если вы сидите на обратной стороне Луны, то нужен какой-то ретранслятор еще. Какой-то третий спутник, который бы увидел вас там на обратной стороне, принял ваш сигнал и бросил его на Землю. Пока ни у кого денег не хватало на то, чтобы вот такое дело устроить. Китайцы собираются это сделать. Как раз запустить два спутника. Один будет ретранслятором, а другой сядет на обратной стороне Луны. А он очень низко летает. Он летает так низко, что если он видит космонавта на обратной стороне Луны, он не видит Землю. Луна закрывает ему земной шар. Надо, чтобы ретранслятор далеко был, чтобы он одновременно видел и обратную сторону Луны и Землю издалека. Еще вопросы? Есть еще, да. Ну давайте без микро. Или надо, да? Наверное, запись какая-то или что-то там. Здравствуйте. Спасибо вам большое за лекцию. Очень познавательно и интересно. Меня зовут Вадим. У меня вопрос. Скажите, когда были первые упоминания о Луне? Потому что я читал какую-то литературу, что раньше не было вообще понятия Луны. Ее нигде не рисовали. Они появились где-то в 14 веке, что ли. Можете на эту тему как-то осветить? Ну, самое раннее, что я помню, это, значит, до Рождества Христова 2600 примерно год китайские астрономы очень внимательно, не так внимательно изучали движение Луны, что даже прогнозировали лунные затмения, а иногда и солнечные. Правда, солнечные не всегда получалось, лунные затмения они всегда. То есть, 5000 лет тому назад, ну, почти 5000 лет тому назад, китайские астрономы с Луной были знакомы не хуже наших современных. Прогноз затмения эта штука достаточно непростая. где-то 5000 лет, да? Ну, 4,5, да, 2500, 4500 лет от нас. А раньше не было ничего? Раньше не было китайских летописей. Самые ранние это китайские летописи, да, вы что ли? Самое надежное из старых источников это китайские летописи, конечно. Спасибо. Спасибо. А вот можно вопрос еще? Конечно. Насчет того, что вот эти вот условия, что Луна всегда обращена к Земле одной стороной. Вот как вот они, эти условия, почему именно так вот оказалось? У нее синхронизовано движение. Она за месяц облетает Землю и за месяц поворачивается вокруг своей оси. Это не случайно, конечно. Это влияние самой Земли на Луну. Влияние Луны на Землю мы ощущаем как приливы, да, океан дышит, но влияние Земли на Луну гораздо сильнее. Там тоже приливы в твердом теле планеты, ну, Луны происходят, и они стабилизировали вращение Луны. Она просто гравитация уже закреплена в таком положении и облетает Землю постоянно, показывая ей одно полушарие. Ну, то есть, если бы был бы еще один естественный спутник у Земли, то есть, он также был бы, его период был бы тоже синхронизирован, да? Если бы он не очень далеко был от Земли. Вот, скажем, есть же планеты, у которых много спутников, Юпитер, у него 60 с лишним спутников. Все близкие синхронизованы, а далекие они уже так слабо чувствуют Юпитера, что они там вращаются как угодно. Спасибо. Извините, у меня абсолютно наивный вопрос. Вот вы говорили о разрыве между поколениями инженеров, что сейчас технику делать разучились. Разучились? Ну, в каком-то смысле да. Ну, если утрировать, хорошо, вот по-вашему, что бы помогло сократить вот этот разрыв между поколениями и... Ну, делать технику, как, учиться надо опять. Ну, получается, уже учиться не у кого, потому что вот те, кто это делал, они либо на пенсии... как не у кого, нет, ну, почему? Есть страны, где космонавтика не прерывалась, вот, межпланетная космонавтика, Соединенные Штаты, Европа давно уже, этим занимается. Ну, как-то вот обменивать... То есть, если хочешь стать хорошим инженером, уезжай. Не уезжай, а учись. Ну, почему надо обязательно уезжать? Уехал там на стажировку, год пор... Между прочим, вот политики ругаются, да, у нас все время со Штатами напряженные отношения, а слава Богу, в космонавтике они всегда оставались и до сих пор остаются очень хорошими. На МКС люди работают совместно, и инженеры, и наши там, и американские здесь, и все это в одном котле варится. Вот что касается полета вокруг Земли, тут у нас никакого отставания нет. Технологии немножко отстают, конечно. Наша электроника всегда хуже, чем американская, это понятно. Но умение инженеров на одном уровне, а межпланетными аппаратами мы не занимаемся уже несколько десятилетий. Значит, тоже надо ехать, учиться, и потом здесь делать что-то хорошее. Как это делали китайцы, как это делали индусы. Кто мог подумать, что Индия начнет заниматься космонавтикой. Но что мы с Индией знаем? Какую технику мы вообще от Индии когда-либо видели? Да? Никакой. У них недавно к Марсу подлетел аппарат, сейчас прекрасно вокруг Марса работает. К Луне несколько раз летали и очень неплохо работают. У китайцев вообще великолепно. У японцев. Ну вот жалко, что не обо всем можно сейчас просто времени и нет рассказать. То есть есть у кого учиться, только надо поставить эту задачу и научиться. Спасибо за лекцию. Очень интересно, было познавательно. Такой вопрос. Недавно руководитель Европейского космического агентства предложил снова запустить лунную программу уже в сотрудничестве разных стран и организовать на Луне так называемую лунную деревню. Moon Village и сотрудничество США, Европы, России, Китая и других стран. У меня такой вопрос. Как вы считаете этот проект целесообразный? И второй вопрос. Если такой проект будет реализован, какой вклад России может быть в эту лунную деревню? Ну в космонавтике, я со второго начну. В космонавтике наш вклад давно уже состоит в ракетах-носителях. У нас надежные средние грузоподъемные, возможности нашей ракеты одна и та же, уже десятки лет мы эксплуатируем, отработанная. И сегодня многие на наших ракетах летают. Вот сейчас проект «Экзомарс». К Марсу полетела европейская техника на нашей ракете вполне успешно. Это наш вклад будет еще, наверное, в ближайшие годы основным в любой космический эксперимент ракеты. А насчет «Мун-Виллэджи» я астроном. Меня интересуют научные факты из космоса. Я не собираюсь там гелий-3 пока копать, который никому не нужен на Луне. И я вижу, что одна экспедиция с людьми это примерно где-то 50, может быть, 70 роботов где угодно на Луне, на Марсе. Вот по стоимости это эквивалентно нескольким десяткам автоматических экспедиций. Ну, разумеется, для любого ученого интереснее 70 роботов по планете раскидать, чем одного уставшего от полета или там двух человек туда посадить и что они там сделают. Конечно, мне кажется, пребывание людей на Луне совершенно сейчас не оправдано. Единственным оправданием было бы это подготовка к дальним каким-то экспедициям там на астероиды, но в конце концов может и на Марс. Но для этого не надо на Луну летать. Летите просто за пределы земной магнитосферы к ближайшим астероидам, там в облет Марса без посадки. Зачем человек на Луне? Вот, ну хорошо, ну есть деревня, там 15 человек сидит на Луне. И что они делать будут? А обойдется это в колоссальные. И вы видели затраты на программу Аполлон, да? Это же жуть, какие деньги. А смысл в этом в ближайшее время я не вижу. Аплодисменты. Аплодисменты.